Здравствуйте, с вами личные финансы, передача о грамотных инвестициях. Здравствуйте, Руслан. Здравствуйте, Артем. Итак, закончились новогодние каникулы, но и они уже успели преподнести нам немало сюрпризов, таких как падение нефти и, соответственно, подорожание доллара. А как сказывается это на рынке и на компании «Финам» и на ее клиентах? Сразу хочу заметить, что действительно год начался бурно. Первые торги на московской бирже состоялись 4, 5 и 6 января, то есть еще в то время, пока основная часть страны находилась на новогодних каникулах. И в эти три дня на биржах произошло то, о чем мы сказали. Это падение нефти и, соответственно, рост курса доллара. Довольно-таки существенно это было движение. Могу сказать сразу, что благодаря этим движениям наши стратегии, которые, как правило, инвестируют в фьючерстый контракт доллара, заработали, в том числе «Синергия», например, заработала 10% за три дня. Но таким образом можно констатировать, что для компании «Финам» и для ее клиентов начало года оказалось удачным. А что касается, в общем, если рассматривать экономическую ситуацию, которая приводит к этим движениям, то, конечно же, здесь все намного сложнее. Да, мы говорили о том, что есть сложности. Мы говорили, что нефть стоит очень дешево и, возможно, будет двигаться дальше. И что курс рубля в конце 2015 года был, на удивление, высоким. То есть, да, мы достигли 70 рублей, но мы колебались на этой отметке, несмотря на то, что считали справедливой более высокий курс. Я говорил о том, что 80 и, может быть, даже более, там, до 85 рублей. Но это исходя из того, что бочка нефти должна стоить порядка 3000 рублей, а она стоила уже меньше. Это 2700 и сейчас еще меньше. Сейчас, когда цена нефти упала ниже 30 долларов, а бюджет России составлен из расчета 50 долларов за баррель, очевидно, что бюджет придется корректировать. Еще в прошлом году одним из решений правительство сократило заработную плату многих чиновников на 10%. А в этом месяце премьер-министр поручил правительству подготовить предложение по сокращению расходов и по сокращению численности государственного аппарата. Напомню, да, что мы говорим, действительно, нефтяные поступления для нашего бюджета федерального, прежде всего, это очень важная составляющая, основная составляющая. Это, прежде всего, налоговые поступления, да, которые выплачивают нефтяные компании. И эти поступления напрямую зависят от той выручки, которые они получают. Это и налог на прибыль, и налог на добычу полезных ископаемых. Здесь есть сложная формула, и эта формула, как правило, напрямую привязана к биржевой котировке. Соответственно, в этих условиях, когда нефть дешевеет, государство, правительство, руками Центробанка проводят политику по иногда плановой, иногда не очень, но девальвации национальной валюты. Доллар дорожает, и за уже меньшее количество долларов, которые мы получаем за проданную бочку нефти, мы получаем примерно одно и то же количество рублей. И было принято, что 3300 рублей – это нормально. Сейчас намного меньше. Забегая вперед, скажу, сегодня уже 2400 рублей, а то и меньше. Поэтому можно констатировать, что эта ситуация, она непривычная для нас, скажем, да. И в ту или иную сторону она будет двигаться дальше. В данном случае я в определенной степени, наверное, пессимист. То есть я считаю, что рубль у нас будет продолжать свое снижение. И до конца зимы наверняка мы увидим новые высоты, исторические максимумы, которых до сих пор мы еще не видели. Соответственно, наши клиенты, которые завязаны на курс валюты, будут зарабатывать. Но, с другой стороны, это, конечно же, чревато инфляцией, ростом цен, прежде всего на товары, которые покупаются за валюту за границей. Ну, а вообще вопрос такой. Нефть очень дешевая сейчас. Что происходит с мировой экономикой? Как это скажется на других странах? Я знаю, что ОПЕК вроде как собирается созвать экстренное совещание и решить все-таки, как продавать нефть, больше или меньше. Дело в том, что есть страны ОПЕК, которые действительно являются экспортерами нефти. Они в этой ситуации немного страдают. Скажем, даже в благополучной Европе есть одна из самых благополучных стран мира, это Норвегия, которая тоже очень сильно зависит от поступления за энергоноситель. Но у них все-таки ситуация немного отличается от нашей. В общем, экономика в более благоприятном состоянии, поэтому временные трудности они более стойко должны перенести, поскольку резервы несравнимо выше, чем наши. А в целом для экономики низкая нефть, недорогая нефть, иначе говоря, это очень благоприятный фактор экономического роста. Что такое нефть? Это основное сырье, основной энергоноситель. Это энергия. Да, совершенно верно. Если основное сырье для этой цели становится доступнее, значит, соответственно, с большим удовольствием и в больших количествах это самое сырье начинают покупать те, кому оно требуется. Соответственно, те экономики, которые не завязаны на нефтяной игле, в этой ситуации могут начать более усиленный экономический рост. Это, в свою очередь, в дальнейшем приведет к увеличению спроса и опять-таки к удорожанию нефти. То есть это циклический такой процесс? Процесс действительно циклический. Если взять мировую экономику, начиная со Второй мировой войны, этот процесс можно очень хорошо отследить. Вопрос в том, насколько долго низкая цена задержится на рынке. Обычно это происходит не в один день и даже не в один год. Эти циклы, скажем так, относительно медленные. Поэтому тот период, который некоторые экономисты называют затяжным периодом дешевой нефти, он сейчас только начался. Поэтому в наступившем году, в 2016-м, я считаю, что особых изменений в сторону повышения стоимости нефти не будет. То, насколько долго продержится такая цена на нефть, предсказать сложно. Казалось бы, она уже достигла своего дна. Но есть факторы, такие как выход Ирана на рынок нефти и увеличение ее добычи в мире, которые настраивают многих игроков рынка на ориентировочную стоимость барреля в 25-30 долларов. Хорошо это или плохо? Как всегда, палка о двух концах. То есть, в условиях девальвации рубля, скажем, да, мы с клиентами зарабатываем, но мы зарабатываем в рублях. Соответственно, цены тоже в рублях растут. Соответственно, зарабатывать нужно больше, чтобы покрыть инфляцию. Да, ну и мы могли бы зарабатывать на росте, например, российских акций. Это гораздо лучше и для клиентов, и для российской экономики. Верно. Поэтому, конечно же, хотелось бы, чтобы ситуация изменилась. Действительно, если у нас доллар перестанет расти, мы сможем заработать и на других инструментах. Благо, мы умеем перекладываться, мы умеем анализировать рынок. Есть смысл быть внимательными всем нам, быть осторожными в любой своей деятельности, да, как в бытовых каких-то тратах, что касается наших телезрителей, да, что касается ведения бизнеса, это тоже актуально. Вот. Но любой кризис – это время возможностей. А сейчас мы находимся на таком этапе, который уже даже превзошел падение нефти в 2008-м, в начале 2009-го года. То есть тогда мы не опускались к 30 долларам за баррель. Сейчас мы уже этой отметки достигли. На уровне 2004-го года, по-моему. Да, совершенно верно. Напомню, да, в 2004-м году мы находились на стадии роста непрерывного, и эта котировка оказалась неслыханно высокой. То есть она превышала те параметры, которые закладывались в федеральный бюджет. Сейчас же наоборот. То есть мы видим те котировки, которые ниже наших ожиданий. Это вызывает трудности, но не нужно, как говорится, посыпать голову пеплом. Нужно стараться извлекать из этого пользу. Я надеюсь, что в глобальном смысле наше государство тоже уроки свои извлечет. Наши телезрители, наши клиенты уже научились с этим жить и работать. Благо мы на этом зарабатываем. Но жить одним днем, конечно же, нельзя. Нужно планировать будущее. Для этого нужно диверсифицировать не только портфели, но и экономику в целом. Развивать производства, которые создают товары с высокой добавленной стоимостью, которые конкурентно способны, которые способны выходить на мировой рынок и привлекать живые деньги. Это очень важно для нас сегодня, для того, чтобы завтра мы могли ждать с большим оптимизмом и с уверенностью. Хорошо, спасибо большое. Будем надеяться, что все будет в порядке и с экономикой, и со счетами ваших клиентов. Ну и давайте поинтересуемся нашего консультанта Максима Миронова, что мы будем делать в этом году с нашим личным портфелем. Здравствуйте. В этом году мы начали ввести два новых портфеля на 1 миллион рублей и на 200 тысяч. В нашем маленьком портфеле сейчас мы находимся в покупке только валюты. Валюта растет в моменте, и мы неплохо заработали уже даже с начала года. Еще больший объем у нас находится в нашем большом портфеле. Также сравнительно недавно, 6 числа, можно сказать, в выходные мы купили золото. Сейчас золото находится, например, на тех же уровнях, на уровнях цены покупки. Итого, наш большой портфель оценивается в 1 миллион 115 тысяч 796 рублей. Наш маленький портфель оценивается в 213 тысяч 421 рубль. На этом все. Спасибо. До свидания. Субтитры подогнал «Симон»